Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение псалмов царя Давида. И сегодня мы будем изучать 37-й псалом, который имеет надписание в псалом Давида «Воспоминание на субботу». Это надписание в септуагенте, это же надписание на славянском языке и похожее надписание в синодальном переводе. Что значит «воспоминание»? «Воспоминание». Предполагается, по мнению истолкователей, воспоминание о каком-либо событии в жизни Давида. Например, убиение Амнона, самовластия Весолома, злословие Семея. Такое объяснение нам предлагает Феодорит Кирский. В то же время псалмопевец научает читателей вспоминать о событиях в своей жизни, являющих промысел Божий, о них, особенно о грехах, скорбя. Это комментарии Иронима и Оригена. А святитель Григорий Низкий видит здесь воспоминания о заповедях Господних и необходимости исполнять их, следовать им. «Воспоминание» — это мы с вами разобрали, на субботу. Суббота — это состояние покоя. Святитель Афанасий и патриарх Анфим считают, что это указание на успокоение от грехов и страданий настоящей жизни. И в толковой православной Библии говорится, что на субботу, то есть этот псалом исполнялся за богослужением в субботний день, потому что настоящее успокоение, суббота, по-еврейски шаббат, покой, все это наступает тогда, когда мы освобождаемся от власти греха. «Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня». Здесь Давид умоляет Господа, чтобы Господь не в ярости своей обличал его, и не во гневе Своем наказывал его. А разве в Боге могут быть такие страсти, как ярость, такое проявление страстности, как гнев? Бог бесстрастен, Но наши деяния таковы, что они нас отбрасывают от Бога. И мы сами как бы вергаем себя в состояние ярости собственных падений и в состояние гнева собственной недоброжелательности. А Господь, который не изменяет, Он как бы неподвижен в своих чувствах, потому что даже любовь Божия — это не любовь в смысле человеческой страстности, а это совокупность совершенств. Поэтому, когда мы сталкиваемся с этими антропоморфизмами, мы должны понимать, что эти качества больше присущи людям, а по отношению к Богу они используются в текстах Библии, чтобы нам лучше понять, о чем идет речь. То есть Библия говорит с нами как бы с учетом нашего понятийного аппарата. «Ибо стрелы твои вонзились в меня, и ты утвердил на мне руку твою». По-гречески это получается как бы «оперся на меня и придавил меня рукою своею, не оказывая пощады». Вот так настаивает Феодолит Кирский на этих словах «ты утвердил на мне руку свою». «Нет исцеления в плоти моей от гнева твоего, нет мира в костях моих от грехов моих». То есть гнев Божий имеет педагогическое значение, он предполагает исправление человека. Это не мщение ради мщения, а это именно проявление божественной любви с одной стороны, а с другой стороны божественной справедливости. Как и сказано, кого Бог любит, того и наказывает. «Ибо беззакония мои превысили голову мою, подобно тяжелому бремени отяготели на мне. «Восмердели и согнили раны мои», то есть нравственные, моральные раны, «от безумия моего». Что значит «от безумия»? Афанасий Великий пишет, «Всякий грех гнусен и зловонен, и происходит от нашего неразумия». То есть безумие. Действительно, человек, который знает о существовании Бога и вдруг начинает грешить, это действительно некое забвение, неразумие нападает на него, и он явно безумствует. Ведь мы все живем в присутствии Бога. Как же в присутствии Бога вездесучего можно позволять себе что-то дурное? «Пострадал я и согнулся до конца», то есть согбен, «весь день в печали ходил». То есть он переживает то состояние, в котором он оказался. «Внутренность моя насыщена позором». Действительно бывает, когда человек испытывает стыд, он чувствует это как будто робой своей, и как будто холодок какой-то проходит по его телу, по его кишечнику, касается его печени, его почек. «Нет исцеления плоти моей. Я много страдал и чрезмерно унижен, кричал от терзания сердца моего». То есть Давид, который устал от греховного собственного состояния, он даже кричал, обращаясь к Богу. «Господи, пред Тобою все желание мое и воздыхание мое от Тебя не утаяну. Сердце мое смущено. Оставила меня сила моя и свет очей моих, и того нет у меня». Оставила меня сила моя. Служить Богу силами – это значит сыновьями. «Оставила меня сила моя и свет очей моих». То есть дети мои не поддерживают меня в моем страдании, в моем болении. И того нет у меня. И далее эта тема развивается. «Друзья мои и ближние мои напротив меня приблизились и встали». Что значит напротив меня? Как противники, с греческого получается «совраждой ко мне». «Совраждой ко мне». «А ближайшие, ближайшие, то есть искренне преданные мне, не изменившие мне друзья и родные, а ближайшие мои вдали от меня». То есть имеется в виду те, которые могли бы помочь, их нету рядом, которые не отрекаются от меня. Ни в каких обстоятельствах их нету рядом. «Ближайшие мои вдали от меня встали, ищущие души моей теснились, то есть теснились вокруг меня, и ищущие мне зла говорили суетное, и весь день помышляли о коварстве». Суетное, то есть говорили напрасное. Они обвиняли Давида в том, что он не делал, или обвиняли его в том, что уже было прощено Господу. Ведь пророк Нафан засвидетельствовал Давиду, что его грех с Батшевой, с Версавией, прощен ему. «Я же как глухой не слышал, и как немой не открывал уст своих». То есть перед лицом этих обвинителей он как глухой не слышал, что значит «не слышал»? Ему тяжело было это слышать. «И как немой не открывал уст своих». Он, может быть, не находил для себя оправдания, или понимал бессмысленность в том, чтобы отвечать на ложные обвинения. Потому что когда человек начинает оправдываться, в глазах людей, которые его обвиняют, это как бы доказательство его вины. «Ибо на тебя, Господи, я уповал, ты услышишь, Господи, Боже мой». То есть упование на Господа сохраняется в его сердце, когда настоящие его друзья вдалеке от него, а реальные противники, враги, теснятся вокруг него. «Ибо я сказал, пусть не торжествуют надо мною враги мои, ибо когда колеблились ноги мои, они величались надо мною». То есть когда они видели колебания в жизни Давида, это был повод для превозношения над ним в любой нормальной ситуации, когда мы видим колебания в жизни другого верующего, мы должны поспешить прийти к нему на помощь. И вот я общаюсь с монахами разных обителей, и троица Сергиевской лавры, длительное время читал лекции, сейчас вот в Сритинском монастыре подвязаюсь, и я вижу, когда у какого-то монаха проблемы, его окружаются вниманием, любовью. Даже если он оступился, упал, упавшего не добивают ногами. Наоборот, все стремятся поднять брата, которого коснулись стрелы лукавого. «Я был как человек, не слышащий и не имеющий в устах своих ответа, ибо на тебя, Господи, я уповал». То есть он готов оправдываться, но пред Богом. «Ты услышишь, Господи, Боже мой!» «Господи, Боже мой!» Что значит «ты услышишь»? То есть ты объективно оценишь вот эту ситуацию, в которой я оказался, а услышишь, то есть услышишь мои мольбы, обращенные к тебе. «Ибо я сказал, пусть не торжествуют надо мной враги мои, ибо когда колебались ноги мои, они величались надо мною. Впрочем, я на раны готов, и болезнь моя предо мною всегда». Это известные слова, мы их обычно читаем по-славянски. «Ибо о беззаконии моем я буду говорить и буду беспокоиться о грехе моем, но опять же перед Богом, а враги мои живут и укрепились боли меня, и умножились ненавидящие меня неправедно». Что значит «ненавидящие неправедно»? То есть ненависть бывает напрасной, она бывает неправедной, а бывает законной ненависть. Но опять же ненависть грешнику недопустима в любом случае. Можно ненавидеть грех, но грешника любить мы обязаны. И окончание этого псалма, 21 по 23 стих, «Воздающие мне злом за добро, клеветали на меня, так как я следовал добру, а они его обвиняли во зле. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня». Ну, а что значит «не отступи от меня»? Бог вездесущ. Он говорит, как бы обозначь свое присутствие рядом со мной, чтобы я чувствовал Твою поддержку. «Поспеши на помощь мне, Господи, спасение моего». И действительно, мы все нуждаемся в том, чтобы Господь поспешил к нам на помощь, потому что Господь есть Господин спасения нашего.